приглашаю всех в мир цветных рисунков сегодня будем рисовать цветными карандашами вот такую симпатичную божью коровку начинаем рисовать божью коровку с эскиза берем простой карандаш и тонкими линиями рисуем веточку на которой будут сидеть наша божья коровка даже можно рисовать а теперь рисуем саму божью коровку рисуем ее голову такая дуга и тоже полукруглая линия завершила здесь можно даже нарисовать такие две выпуклости глазки носик и здесь такие чувствительные антенки теперь рисуем крылья тоже туга тука и вот так она пришла немножко крылышки раскрылись и тоже видно туловище божьей коровки вот я наверно так по большим рис вот тут вот будет туловище беру ластик и стираю линии которые не будут участвовать в нашем рисунке здесь вот я изменила форму крыла конечно же не буду видно веточку на которой сидит наша божья коровка возьмем салфеточку и стряхнем все беру черный карандаш и обвожу голову то есть делаю такую друг другому повторяя другую черную карандашу обвожу тоже две дуги это глазки тут мордочка и такие чувствительные антенки красным карандашом обвожу крылышки даже вот немножко вот вышла пошире сделано крылышко и теперь покажу толщину крыла то есть проведу 2 параллельного так вот линию очень близко чтобы показать что это крыло толщину имеет и второе крылышко коричневым карандашиком покажем тело выглядывает немножко что крылья приподнялись и теперь даже можем взять и немножко заштриховать коричневым карандашом внутри там где видно тело очень легко не надавливаю карандашик скользит легко по бумаге черным карандашом сейчас будем заштриховывать голову для этого мы вначале оставим светлое пятнышко потому что голова блестящие будет отражение света и закрасим черным карандашом все вокруг вот этого места которое мы оставили более не закрашенная светлая а вот здесь это где бугарки глазки мордочка глазки это будет все закрашен черным цвет и черный цвет по краю дадим погуще для того чтобы показать объем головы и черным карандашом сейчас покажем пятнышки у божьей коровки пятна здесь вот а здесь будет белое пятно вот так это будет черный мы даже сейчас сразу возьмем его и закрасим чтобы мы потом не ошиблись где белое пятно где черное пятно вот это беленькая станет это специальная устрашающая краска вот позже коровка когда у нее крылышки сложены кто видит ее сверху кажется что это глаза и пугаются но это так вот природа помогает выжить маленьким существа маленьким шучка . и покажем другие пятнышки они такие неровные разной формы но небольшие вы же видели божьих коровок вот они такие могут быть здесь и здесь и здесь и теперь возьму коричневый карандаш и закрашу эти пятнышки коричневым карандашом сначала это как бы базовая штриховка будет а то мы добавим сюда более темный цвет мы просто чтобы было более похоже на настоящую божью коровку мы используем 20 это коричневый базовый вниз идет на пятнышки а потом добавим сверху но не полностью закрываете пятнышки черным карандашу вот например беру черный вот это будет подальше пятнышка она там на уже скосе крыла вот добавлю сюда черный здесь только добавлю с края здесь немножко скрою черный добавлю а таком вот коричневого то здесь то же самое здесь и здесь пластиком сотров вот линию которую я тут немножко добавила размер крылышко встряхнула и теперь красным карандашом нет начали берем желтый карандаш и желтым карандашом наносим базовую штриховку не закрашивайте белое пятнышко мы можем даже и по темным пятнам пройти только белое пятно не закрашиваем и вот так вот аккуратно закрашиваем базовой штриховкой мы знаем что божья коровка красная но вот этот желтый цвет нам поможет создать красивый цвет божьей коровки чтобы она была похожа на настоящее красным карандашом оставляя вот здесь мы даже вы сейчас прямо обозначим светлое пятно это отражение света а вот здесь вот добавим красную штриховку здесь оставляем светлое пятнышко и прямо заходим и на черное на коричневое наше пятнышко и наносим штриховку стараемся ее делать равномерной поэтому проходим несколько получается слоев вот это светлое пятно все равно остается светло а здесь выравниваем штриховку проходя в несколько слоев здесь вот можно оставить немножко тоже свет более светлое и идем пытаемся сохранить форму крыла вот уже штриховка я такую полукруглую здесь добавляю а здесь прямо поярче проведу линию которая показывает толщину крыла и возле самого вот где по крыло кончается немножко добавлю цвет более яркий вот как красиво получается закрашиваем второе крыло то же самое я прохожу штриховкой оставляя здесь вот светлое пятнышко вот больше даже ставлю так вот так и за штриховываем все крыло прохожу в несколько слоев штриховку чтобы штриховка получилось более равномерно и вот здесь вот в конце она будет более темная то есть я здесь даже и надавлю немножко можно надавить а можно пройти несколько слоев и тогда она будет более темной но вот здесь вот внизу она должна быть более темной и вот здесь вот я сделаю коричневым карташом работаем показываем сам тело которое там скрыто под двумя крылышками то есть мы наносим штриховку оставляя вот это место более светлым потому что она выпуклая чтобы показать выпуклость мы показываем это тоном штриховки и здесь вот дальше тельце даже видно потому что крылышки уже приподнялись и теперь коричневым карандашом покажем саму веточку не очень надавливая здесь тоже была веточка желтым карандашом закрашиваю веточку а потом беру зеленый карандаш у меня светло-зеленый карандаш и по светло-желтому добавляют цвет на веточки свои свежие весенние веточки они такие зеленоватые зеленоватого цвета может даже листик нарисовать а почему бы не такой вот острый краешек и закрасим за штрихом у листиков мы покажем прожилку по центру и немножко добавим цвет по краю и прожилочки и немножко подправим наш рисунок вот эти вот усики антенки мы сейчас поаккуратнее обведем и можно обвести все тело кожи коровки более темным цветом вот я использую черный карандаш вот поярче сразу выделилась и здесь вот где голова соприкасается с туловищем и немножко можем добавить темный цвет и обведем вот эти вот устрашающие пятнышки которые пугают других животных или птичек чтобы они не напали глазки и немножко пятнышки усилим потому что я как-то наносила штриховку красную немножко они потерялись вот и все вот такой рисунок у нас красным цветом немножко сейчас соблюдая выпуклость крыла я немножко добавлю сюда чтобы смягчить эту штриховку которую мы давали здесь немножко 5 вот и получилось у нас такая симпатичная божья коровка вот и получился у нас такой красивый рисунок божьей коровки приходите в гости рисовать легко и весело тогда вместе